Лопатка вниз, согнула ручки и разогни попробуй. Заниматься спортом на улице или дома – хорошая практика. Однако у тех, кто предпочитает тренировки в зале, появилась возможность вернуться к спорту. С 5 июня в фитнес-центре возобновили работу. Скучился тренировок? Конечно, скучился. Учитывая, что 3 килограмма за 2 месяца – это уже перебор. Спорт – это самая таблетка, которая помогает нам именно качать энергию, заводиться, заряжаться. Дома, знаете, все-таки можно немножко поднимиться. Делаешь пару подходов и скажешь – недостаточно. А здесь тренер мотивирует себя и хочет показать себя с лучшей стороны. Но из-за особого режима сохраняются определенные правила. Расстояние между тренажерами должно быть не менее полутора метров. Ограничено и количество посетителей. На одного человека должно приходиться не меньше 4 квадратных метров площади. Посетителям нужны маски только при входе и перчатке. И, соответственно, так же, когда заходят в раздевалку, но в зале они не нужны. Сотрудникам фитнес-центра сложнее. На них постоянно должны быть маски и перчатки. По словам персонала, для того, чтобы привыкнуть к новому формату работы, нужно время. Поскольку на тренировках часто важен тактильный контакт. Приходится в связи с сложившейся обстановкой работать в таком формате и уже как бы на словах пояснять и объяснять. Ну, как-то вроде справляемся, работаем, будем надеяться, что это ненадолго. К новым правилам уже привыкли. С начала режима самоизоляции дела обстояли куда хуже. Полтора месяца назад двери спортивного учреждения были закрыты. Тогда фитнес-клуб посещали около 30 человек в день. Сейчас количество посетителей возросло вдвое. По постановлению один тренер, один клиент. Мы ввели записи, чтобы у нас не было столкновений в раздевалках, например, душевых. Чтобы клиент уходил, проходил минут 15 и к тренеру подходил другой клиент. Также с 5 июня разрешено возобновить работу спортивным центром и бассейном. Все учреждения тщательно готовились к открытию, чтобы сделать визит посетителей максимально безопасным. У нас возобновили работу большое количество объектов, в том числе наш любимый с вами спортивный комплекс «Мирас» возобновляет работу. Лиса Навзалова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.